В Якутии обнародовали первые данные о результатах голосования на выборах в Государственную Думу России. В единый день голосования своим конституционным правом воспользовались 47,89% избирателей. Каковы итоги и сколько мандатов получит Якутия, расскажет Александра Охлопкова. Единая Россия одерживает победу на выборах депутатов Государственной Думы. Партия, набрав более 50% голосов избирателей, а также с учетом одномандатников, получает в парламенте конституционное большинство. На данный момент второе место у коммунистической партии, затем следует ЛДПР. На четвертом месте «Справедливая Россия». Другие партии не преодолели 5-процентный барьер. Традиционно расклад по республике сохранится. Единороссы победят, коммунисты, спардироссы, они примерно такие же соотношения, какие были в прошлых выборах, они тоже сохранят. Поэтому таких резких изменений в структуре выборных составляющих в целом по республике никаких изменений не произойдет и не происходит. То есть выборы прошли в таком стабильной ситуации, с сохранением стабильной картины, которая была в последний год. А в Якутии показатели таковы. Лидером является «Единая Россия». Она набрала 46,42%. За ней следует «Справедливая Россия» 15,19%. У КПРФ 14,35% голосов. Сама просела по итогам этих выборов по сравнению с выборами 2011 года. Несмотря на то, что, да, сильный депутат-одномандатник мог бы вытянуть партийный список. Этого не произошло. Как не произошло, кстати, и на выборах в Нерюнгринском районе, где кандидат от «Справедливой России» не одержал победу. Что тоже является, в общем, показателем. То есть, вся машина работала на одного кандидата по одномандатному избирательному округу номер 24. Что еще важно? Важно то, что вот этот кандидат набрал ровно то количество процентов голосов, которые отдают те люди, которые являются протестным голосованием. Да, голосуют протестом, оппозиционно и так далее. Смотрите, если сравнить результаты «Единой России» и «Одномандатника» у «Единой России» больше. Если сравнить в сумме то, что набрали два кандидата, идущие на втором и третьем месте, Тарасов и Амосов, они в сумме дают то, что набрал победитель по одномандатному округу. Это значит, что если бы был кандидат от «Единой России», он бы безусловно выиграл. Безусловно, совершенно в этом даже нет никаких сомнений. Разорванные кандидаты дали вместе столько же голосов, сколько победители. Причем один набрал больше, понятно, на северах, другой в промышленных районах. Вот, собственно говоря, из чего и складывается там, допустим, и их количество общих голосов. Я лично, как гражданин Российской Федерации, очень рад, что наш народ очень положительно воспринял президентский вызов. Но сегодня, когда очень сложная политическая и экономическая обстановка в стране, несмотря на внутренние трудности, наши граждане России поняли, то надо сплотиться вокруг руководства страны, вокруг нашего президента, вокруг нашей правящей партии. И итогом голосования они очень убедительно в мире доказали, что народ России единен, солидарен. Он сплочен вокруг своего руководства. Это я считаю главным положительным итогом этих выворотов. По одномандатному избирательному округу соперников опередил действующий депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов, набравший более 37% голосов избирателей. Второе место у представителя партии «Родина» Олега Тарасова – 20,45% голосов. За ним идет коммунист Петр Амосов. У него 15,47%. За либерал-демократа Гаврила Парахина свои голоса отдали 6,8% избирателей. Ну, победа, конечно, с одной стороны, ожидаемая победа. С другой стороны, открыто, тесно скажу свое мнение, нисколько унижая и не принизывая авторитет, роль, деятельность других кандидатов, скажу, серьезного соперника ему не было. Об этом говорят и цифры, итоги выбора. И в связи с этим я хочу сказать, что до сих пор не понимаю, почему в нашей республике не дали возможность представителю «Единой России» бороться за депутатский мандат в одномандатном 24-м округе. Ведь у нас немало хороших, новых, сильных полицейских сил. Если бы дали им возможность, полицейская борьба была бы еще острой, конкурентной, народ действительно был бы удовлетворен итогом этих выборов. В места в законодательном собрании страны еще не распределены. Но между тем, по прогнозам экспертов, кандидат местной партии «Единая Россия» мандат получит. Вы знаете, нельзя сравнивать, наверное, ситуацию с выборами в республике Саха-Якутия с каким-либо другим регионом, за исключением еще двух – Адыгеи и Амурской области. Поскольку именно там были условия, дождественные условия республиканским по выборам, именно там не было кандидата от «Единой России», и именно там округ нарезанный совпадал с границами самого региона. Надо смотреть, какая ситуация будет там по выборам. Но когда будут распределяться мандаты по долям голосов, вот тогда-то при вторичном распределении мандатов, первичные, понятно, первичные получают те, у кого целые доли, ну, целые единицы в количестве мандатов, у кого дроби, вот те как раз и могут рассчитывать на второе распределение. Это в том числе и голоса, распределяемые от голосов, отданных за те партии, которые не пройдут по спискам, не перешагнут 5-процентного барьера на выборах государственного бюджета. В принципе, что тут важно? Что даже не ставший кандидатом самого движенец, не зарегистрированный в качестве кандидата самого движенец, Андрей Савич Борисов, Вся история с ним сыграла не на руку. Безусловно, тем людям, которые всеми силами пытались устранить эту кампанию и снять, собственно говоря, с предвыборной гонки. Им это удалось, но не пошло впрок. Это называется, если я не ошибаюсь, метод империалия. Я не буду сейчас вдаваться в подробности подсчетов, они достаточно сложны, но есть все шансы, что Единая Россия получит второй мандат. Об этом говорил, кстати, Александр Александрович Наговицын на пресс-конференции. Я, в общем, присоединяюсь к этому мнению, что есть все шансы для этого. Окончательный итог выборов станет известным 21 сентября. О распределении мандатов в Госдуму мы узнаем в течение 10 дней. Александра Хлопкова, Владимир Попов, НВК САХА, Якутск.